МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проделывают долгое путешествие из Америки. Это носуха, янотовидное животное. Ему практически больше полугода, ему 8 месяцев. Попал к нам около полтора месяца. Активный зверь, ему везде все надо. Свой нос он засовывает везде и всюду просто. Очень активный, очень шустый. Открывает все шкафы, ящики. Все, что ему надо, можно достать сам. На самообслуживание. Коати являются обладателями удивительно длинного хвоста, окраска которого представляет из себя чередование черных, коричневых и светло-желтых колец. Шикарный хвост служит носухым балансиром, который в домашних условиях помогает этим зверькам покорять потолки и люстры. А длинный нос помогает удовлетворить любопытство. Во-первых, он все достает сам. Открывает все шкафы, все, что надо ему, может съесть. То есть часто страдает моя косметика, которую он достает, открывает и съедает. Это очень самое интересное. Там ходит вся тюбка у него, помаги еще в чернуюсь. Вот. Ну, в принципе, так, чтобы что-то хулиганить. Ну, по косяку, да, он может забраться под дверном. Можно пережить. Носухи коммуникабельны, хорошо привыкают к хозяевам и любят с ними общаться. К другим домашним обитателям Носухи также относятся хорошо, а с некоторыми даже являются закадычными друзьями. По характеру он очень активный, изобияка. Вот. То есть ему все надо, то есть он со всеми будет возиться, играть. Там он будет вообще везде. Он у нас в свободном выгуле. Он отложится в домик только спать ночью. А так со всеми вместе. У него много игрушек, и зверей у нас дома много, поэтому есть чем заняться. То есть с одним поиграл, со вторым, с третьим, так где не прошло. Живот миладит очень хорошо, очень любит нашу лесу. Обожает. То есть это вот друзья, не разлей вода. То есть они играют, они вот все вместе делают. То есть они миску одну-два их делят. В еде красавицы Носухи непривередливы. Поскольку эти зверьки-хищники, их добычей в природных условиях становятся термиты, муравьи, скорпионы, жуки и личинки. При любви к мясному ассортименту, зверьки не отказываются и от вегетарианской кухни. Идем кушать. Садитесь, кушай. Кушай. Да, вкусно, кушай. Кушай. Кушает он у нас курочку, собачья корма премиум класса и очень любит фрукты и овощи. Банан очень любит, хурбу любит, виноград. Из овощей, в принципе, тоже и огурец, и перец. То есть все очень любит. Одной из удивительных особенностей Куати является их музыкальный слух и прекрасные вокальные данные, которые они демонстрируют, издавая интересные звуки. Щебетание, хныканье, крики, хрюканье и храпенье. Очень любит игрушки. Особенно музыкальные. Очень любит. У нас очень музыкальный мальчик. Все, что пищит, поет, мы очень любим. Всех животных наказываем, да, если это требуется. То есть наказываем по попе, и если надо, по носу. То есть он очень все понимает. То есть ему, в принципе, даже иногда и голоса достаточно, там, сказал нельзя, и он уходит. Рост взрослой носухи достигает полуметра. Стоит такой зверек от 40 тысяч рублей. В быту они неприхотливы и хорошо поддаются воспитанию. С ним, да, были проблемы. То есть эти животные вообще, в принципе, не приручаются, потому что они в основном... Но, в принципе, их никто и не держит без клеток и без вольеров. То есть мы решили провести эксперименты попробовать. Пока удается. Уход несложный. Покормить, помыть, погулять. Гулять летом. Зимой не выносим, потому что, во-первых, еще маленький. Ну, в принципе, переохлаждение, опять же, никакому животному не нужно. Да, летом, да, на шлейке. То есть гулять любит, лазит по деревьям. Если вы являетесь ярым поклонником покладистых, терпеливых и озорных енотообразных, а ваша жилплощадь может похвастаться количеством квадратных метров, то енот на сухо именно тот зверек, который сможет наполнить ваш дом и вашу жизнь солнечным и полосатым настроением. Субтитры создавал DimaTorzok